так добрый вечер дорогие друзья как меня видно как слышно и сегодня в новом формате вебинара работаем поэтому и для меня это первый раз напишите пожалуйста как звук как звук напишите у меня звук идет 10 хорошо хорошо отлично меня видно ну добрый вечер дорогие друзья значит сегодня у нас такая тема как вся правда сетевом бизнесе и мы разберем ошибки новичка я посчитала что эта тема она актуальна потому что как любой профессии очень важно понимать все что в ней находится как это все выглядит чтобы не заблудиться как дремучим лесу и выбор который делает человек он должен основываться на понимании куда он вообще заходит потому что не смолкают обсуждение возможно ли сетевом бизнесе получить остаточный доход какие доходы вообще в сетевом бизнесе возможны и на первый взгляд для новых людей которые только прикасаются к этой индустрии или давно в ней но никогда не разбирались на эту тему все кажется единым и поэтому вот я сейчас сегодня хотела бы вот об этом с вами поговорить но перед тем как перейти к теме я хочу поздравить вас с окончанием 12 тура президента вы знаете да что этот год мы очень усиленно работали и сделали неимоверно огромную работу за всю свою историю сетевого бизнеса за 21 год я так не работала но и с другой стороны я никогда в жизни не видела такой динамики которая сегодня есть greenway давайте я вам расскажу динамику и вы поймете почему я в эту тему сейчас ныряю то есть смотрите динамика она очень необычная сейчас последние много месяцев смотрю разных топ лидеров разных компаний причем людей очень раскрученных в интернете и они реально являются там первыми чеками и слыша их результаты я понимаю что то что сделали мы это правда невероятные вещи то есть это правда то есть те результаты невероятные во всей сетевой индустрии этот год он показал другой формат сетевого бизнеса и для реального классического бизнеса такая динамика не свойственно то есть любой классический сетевой бизнес в котором есть товар нужны людям классическая модель вознаграждения обычно развивается поступательно со временем с годами да набирается обороты набираются количество потребителей мы сегодня показываем динамику которую сетевая индустрия не видела вообще я реально просмотрела историю до десятого поколения наверно самого начала рождения сетевой индустрии в мире то есть вот за этот год произошло динамика такого плана до что ну как будто мы уже на рынке лет десять в самой такой серьезной международной компании это мы сделали всего но не за год за полтора даже за год и восемь товар оборот сегодня 9 миллионов единиц ой не единиц а условных единиц за этот год рост объема произошел на 1200 процентов я сейчас говорю и даже сама не могу порой поверить в это вот в эти цифры это знаете как будто на рынке больше нет ничего и мы одни зашли и начали работать вот такая динамика за полтора года около двухсот человек вышли на мерседесы и появилась десятки из людей даже вот уже я думаю приближается к 20 зарабатывающих миллионы в месяц вставляете то есть для новых людей может быть это пока непонятно что это такое но если даже вы не с сетевого рынка а с рынка просто обыкновенного линейного думаю такую динамику вы не отслеживали нигде и никогда и этому есть безусловно свои объяснения и конечно компания сейчас на хорошем взлете и так как это классическая компания она будет расти и расти и расти потому что заложен фундамент вот и теперь перейдем к вопросу обзора да ну как скажем так правды о сетевом маркетинге потому что многие люди не понимают вообще чем он отличается и что нужно выбирать если речь идет о остаточном доходе какой товар не может быть не являться сетевым товаром какие люди в сетевом маркетинге присутствуют вот об этом я хочу с вами в принципе поговорить то есть все что имеет скажем призыв да с рынка там ты приводи людей многие новички воспринимают как сетевой бизнес но на самом деле это далеко не так итак на рынке существуют разные компании первый вид это компании прямых продаж и там в принципе весь акцент на продаже там вся маркетинговая часть она в рамках продажи там практически нет поощрения серьезного карьерного роста и маркетинг для лидеров ничего не закладывается и стимулируются хорошие продавцы значит это компании продуктовые как правило косметические конечно в таких компаниях остаточный доход но это практически нереальная модель то есть это просто знаете как будто вы по какой-то сыпучей такой идете горе в которой ну не может быть остаточного дохода деньги там да есть люди зарабатывают особенно профессиональные продавцы также существуют на рынке скажем такие между компаний компаний между собойчики такие они никогда не выходят на мировой рынок они очень маленькие доходы в этих компаниях скажем так 5-7 тысяч долларов это практически максимальные доходы ну порой поднимаются там до 20 тысяч долларов и больше они подняться не могут потому что стратегия непроработанная задачи такой нет ну либо руководство не понимает как из этого вырваться и сделать компанию растущую скажем так порой она выходит неподготовленная на рынок то есть стартует просто с какой-то идеи без товара без денег без всего просто с желанием ну с желанием вот понятно что такие компании они очень ну скучные и в них конечно лидеры очень быстро понимают что они зашли не туда и начинают разворачиваться хотя в принципе на первый взгляд они выглядят как ну да как сетевые компании третий момент вариант компаний которые сегодня есть на рынке это открытые скажем так и закрытые финансовые пирамиды вот смотрите в сетевом бизнесе не может быть не может являться товаром несколько видов товаров которые сегодня пытаются продать по сети и когда вы видите в компаниях так как звук напишите пожалуйста как звук хорошо и когда вы видите да в компаниях товар товаром является ну либо скажем страхование да либо обучение либо какие-то золото бриллианты там любые ценные металлы или не дай бог какие-то финансовые продукты это все компании скажем так финансовые пирамиды завуалированные которые очень трудно разглядеть и люди как правило туда идут теряют время теряют деньги теряют авторитет ну теряют людей по ходу потому что эти компании не настроены на созидание чего-то большого и они конечно никогда не могут привести к остаточному доходу потому что там продукта нет там безусловно первое время будут выплачивать деньги это является как бы как сказать гарантией что ли да что все работает чтобы люди приводили людей ну как только компания набирает определенный объем капитала она закрывает сайт она закрывает все что было похоже на компанию эти товары не могут быть круизы все эти это же все из той же серии то есть когда ты платишь деньги и на эти деньги ты не получаешь ничего весомого что можно ощутить что является товаром это все воздушный товар которого на самом деле нет туда же относится техника машины телефоны вот чтобы вы понимали сетевая индустрия построена таким образом что в цену чего бы то ни было что продается всегда заложены маркетинговые выплаты то есть людям которые двигают тему и если эти маркетинговые выплаты например на золото да если например на золото на те же бриллианты есть стандартная цена государства то вы никак не можете продавать его по цене там на 50 процентов больше а так как продается по этой же цене значит там выплаты не заложены и соответственно выплаты идут только от притока людей то есть вот все что не является собой товаром является финансовой пирамидой завуалированный или скажем так товар который не ежедневного пользования вот например страховой да товар вроде как товар и хороший товар да но он совершенно не сетевой по той причине что работать с ним и пользоваться им могут и хотят не все 10 процентов людей могут работать с таким товаром это интеллектуальный продукт вот соответственно 90 процентов людей в эту тему никогда не зайдут а сетевой бизнес это бизнес открытый для огромного количества людей вот это третий вид доход как бы как бы такой финансовой системы похожей на сетевой но это не сетевой маркетинг чтобы вы понимали открытые финансовые пирамиды это там где вообще ничего не прикрывает никаким товаром просто говорят деньги давай людей веди и будешь зарабатывать всегда за всем этим что за открытыми что за закрытыми финансовыми пирамидами будет большое количество потерянных людей кинутых людей всегда будет потеря денег потеря я уже сказала авторитета будет потеря сил и самое интересное что это как казино оно затягивает то есть люди которые один раз попробовали получили а они как кто-то получает естественно если бы сразу никто не получал то и года бы такие компании не продержались год полтора вот так вот где-то достаточно чтобы собрать денег с населения вот вы понимаете то есть это всегда самое интересное что говорю как казино то есть один раз ты получил деньги и тебе кажется что нужно опять что-то подобное искать и там уже ты точно не потеряешь я вам говорю что вы точно потеряете если пойдете по такому пути значит четвертый вариант сетевых бизнесов это бинарные компании бинарно ступенчатые бинарно классические неважно смешанные или чистой воды бинары это компании которые как правило имеют монопродукт раздутый по цене вокруг которого собирается миф один улучшает ДНК другой просто ауру вычищает все третий просто достаточно в кармане носить чтобы карма изменилась четвертый там вода с какими-то непонятными добавлениями стоимостью по 300-500 долларов то есть товар совершенно не для внешнего потребления имеющий мифическую окраску и никогда не покупающийся вне системы понимаете ни один человек вне системы который не будет участником процесса в здравом умении когда его не купит или даже если он одиннажды раз купил а потом выпал из системы он никогда не вернется потреблению этого товара то есть это направление называется бумовые компании которые вот так вот заходят на рынок скажем их задача быстро поднять деньги и быстро свалить и всегда на рынке есть лидеры которые перебегают из одного бинара в другой водя за собой целую толпу людей которые не понимают почему этот бинар закончился надо бежать в другой они-то понимают что в другом бинаре можно быстро снять деньги и этих лидеров как правило меняются компании а лидеры и меняются то есть их все в лицо уже знают в каждом городе вы это знаете и конечно же я никогда в жизни бы не стала работать с этими людьми то есть если человек один раз попал в бинар да и проработал там это один момент потом осознал понял а если он постоянно меняет бинар с бинаром это просто уже болезнь снятие денег сливок и бежать дальше и здесь тоже никогда не будет остаточного дохода потому что компании такие банально долго не живут но самые большие по моему 5-7 лет и то это никогда не монопродукт никогда не монопродукт то есть там чуть пошире линейки вот и скажем так четвертый и последний вариант это лидерско-потребительские компании это классические компании а мифический практически любой суть бинара это продукт который раздут по цене в разы и если вы этого ну как бы не знаете то ну извините значит вы еще не сталкивались например вода за 250 долларов там или сок за 4005 это нереальная цена для этого продукта и когда в бинарах раздут товар по цене то он не совершенно не очевиден для внимания внешнего рынка ну вот видите вам говорят реально товар который должен быть на рынке он должен быть реальный по цене и нужный рынку и если вы не знаете да и как сказать не анализировали вам все кажется едино и давайте вернемся к классической модели чтобы понять например разницу да между бинаром и классическом модели классическом модели нужно поработать в классике значит чем не нравится людям классическая модель тем что здесь реально надо работать здесь надо работать здесь нужно выстраивать отношения здесь нужно создавать команду здесь нужно скажем так создавать свой потребительский круг и в классике всегда товар будет выходить за пределы участников процесса То есть всегда будет товар, который нужен рынку и без участия в процессе. Этот товар, как правило, покрывает первичные ценности человека, он используется либо в быту, либо для здоровья, либо для красоты. И классика это всегда, скажем так, процесс, который идет по нарастанию, потому что нужно обрасти. Но Greenway это особая классика, которая, видимо, сочетает в себе очень много растущих механизмов. Начиная от самого товара, который нужен потребителю, и если уж, я уже не знаю, кто кому там что говорит, но мы испытываем реально дефицит в продукте, потому что его рынок просто ест. В таком объеме, в котором даже увеличение производства в 25 раз не помогает удовлетворить на 100%. И приходится увеличивать и увеличивать и увеличивать производство. Товар, который покрывает ценности, скажем, по здоровью, по красоте, это понятно, что этим товаром люди пользуются каждый день. Каждый день люди стирают, каждый день люди умываются, и ценовая политика, она в очень реальных пределах, скажем так, от 100 рублей, ну и дальше. И вот это и есть характеристика классического товара. По-другому, ну быть не может, то есть классика, она всегда так представлена. И поэтому, когда речь идет о классике, сюда приходит определенная целевая аудитория, то есть люди приходят сюда с пониманием, что здесь нужно создать, создать отношения, создать команду, создать систему. То есть здесь нужно нарастить количество потребителей, да, здесь нужно что-то создавать. Значит, дальше по ценности, каких людей я за 21 год видела в сетевом бизнесе. То есть, безусловно, я видела людей, которые создают, то есть они долгое время в одном проекте, они настроены вот на это качественное создание. Они работают над системой, они сохраняют команду, то есть их задача долго, а может быть и всю жизнь быть в одном проекте. Особенно, если он растущий, особенно, если он международного масштаба, особенно, если он соответствует критериям лидерско-потребительской модели. Вторая категория людей, которые приходят в сетевой бизнес, это люди, которые просто продают товар. Понимаете, особо не создают ничего, чисто вот продают товар. Безусловно, они нужны в команде, это люди, которые хорошо знают товар, но делая эти действия, вы никогда не создадите остаточный доход. То есть, продавая товар, невозможно выйти на остаточный доход. Еще одну такую важную мысль скажу. Очень многие говорят, что мы работаем на рынке потребностей, то есть наша задача выявить потребность и удовлетворить. Так вот, я вам хочу сказать, что если люди работают на рынке потребностей, то есть они находят потребность и удовлетворяют, это, как правило, продавцы. Потому что, когда вы создаете команду, когда вы все-таки выбираете для себя сетевую модель, вы больше работаете с убеждением людей, а не с потребностями людей. По той причине, что вы выходите, да, например, вы сталкиваетесь с человеком, у которого слабое убеждение по поводу себя, по поводу, ну, то есть он не верит, он ожидает от себя, не ожидает от себя ничего хорошего. То есть он не ожидает, что в его жизнь может прийти какие-то деньги, какие-то изменения, вообще ничего хорошего не ожидает. Это его убеждение. Он как-то убежден по поводу сетевой индустрии, он ее не знает, у него все в голове перемешано, у него все едино, что бинары, что эти финансовые пирамиды, что компании прямых продаж, он видит разные, скажем, примеры. Просто в голове перемешано. И вы как человек, который профессионально развивается в этом бизнесе много лет, скажем, и настроен на создание чего-то, вы работаете с убеждением этих людей, понимаете? То есть вы, поэтому вот этим вот отличаются лидеры от тех людей, которые продают товар. Значит, третья категория людей, это люди, которые на рынке, они бегают по бинарам туда-сюда, то есть они бегают с одного бинара на другой, на третий, на четвертый, причем не понимая даже, что они бегают. Лидеры бегут, они бегут за ними, потому что, я уже сказала, это краткосрочные процессы. Вот, четвертая категория людей, скажем, они, мне они очень нравятся, сейчас новая плеяда пошла сетевиков, это люди, которые никогда не были в сетевом, и они сейчас, скажем, настроены на создание. То есть они настроены учиться, они настроены приобретать профессию, они реально настроены на создание. То есть они пока ничего не знают, но они очень ответственно подходят к процессу, они понимают, что если ты пришел в систему, это не значит, что система завтра сделает тебя богатым человеком. Ты должен научиться определенным навыкам, понимаете? То есть вот что важное, что нужно понимать на этапе старта, что без определенных навыков, ну, скажем, стать профессионалом, да, профессионал – это человек, который обладает определенными навыками. То есть это одна и очень важная часть успеха. Поэтому эти люди настроены на приобретение этих навыков. А вторая очень важная часть успеха – это сильное предложение от сильной команды, понимаете, от сильной компании. Потому что я видела людей, я знаю этих людей с очень потрясающими навыками, но находящимся не в том месте, там, где нет сильного предложения, они не могут реализовать свои навыки. И я знаю другую сторону, когда есть сильное предложение, а люди не обладают навыками и не намерены даже их приобретать, потому что им кажется, что они просто сюда пришли, потому что они хорошие люди, они должны зарабатывать деньги. То есть вот сочетание вот этих навыков и сильного предложения дает, безусловно, результат. И еще, что я вижу на рынке, это просто страшная категория такая, это как орда, то есть это прямо очень сильные лидеры, да, очень сильные, которые, вот, опять же, выбирают для себя неверные системы, вернее, неверные со стороны морали системы, прямо вот так пробегают по городам, снимают сливки, захватывают города, а потом все рушится. Потому что, опять же, они всегда работают не в классике, они всегда работают где-то либо в бумовых компаниях, либо в финансовых пирамидах. И это одни и те же лидеры. Вот, и это правда сетевого бизнеса, и вы должны просто это знать. Поэтому, когда вы выбираете процесс, проект, когда вы понимаете, вы должны смотреть на важные моменты. То есть, первое, классика это или нет, то есть, лидерско-потребительская модель это или нет. Потому что это единственная модель, в которой реально выйти на остаточный доход. Потому что все соответствует, то есть, есть лидеры, которые драйвят процессы, зарабатывают серьезные деньги. Есть потребители, которым нравится товар, товар разноплановый, товар по цене реальный для рынка. Потому что есть еще и моменты, когда товар, например, ну, как бы компания хорошая, но она зашла на рынок с другой ценовой категорией. И, соответственно, она не может проявиться на этом рынке. То есть, несоответствие цены для рынка, например, России или Казахстана или Кыргызстана. И вроде как все хорошо, где-то хорошо развитие идет, а в России, ну, не будет такого развития, потому что рынок другой, понимаете, ценовой момент, ну, совершенно другой. То есть, потребительская норма у людей другая. Вот. И, соответственно, вот, ну, то есть, вот этот первый момент. Ну, второй момент, я уже сказала, для потребителя нужно, чтобы 100% людей, которые сюда придут, с высшим образованием или без высшего, задача стать миллионерами или просто потреблять товар, они должны понимать этот процесс и на своем уровне они должны уметь его продвигать. То есть, он не должен быть какой-то сверхсложный, сверхсложный. Он должен быть понятный и в каждый, ну, дом вносимый. Вот эти вот важные моменты. И когда новичок приходит в бизнес, то есть, он, ну, первый момент, что я вижу, да, я вижу такую, ну, первая ошибка, да. Понятно, что вы приходите в бизнес, навыков пока нет, убеждения пока нет. Убеждения нет по поводу двух моментов. Убеждения по поводу себя и убеждения по поводу сетевой индустрии. Их нет. Но вы понимаете, что их и не будет, если вы не столкнетесь рядом возражений рынка, то есть, если вы не начнете работать сразу. Вот самая большая ошибка, это когда человек долго-долго все изучает, то есть, он не начинает делать. И это правда так, потому что самый важный момент, вот, есть, скажем так, процесс, да, когда человек заходит в бизнес, у него высокий уровень энтузиазма. У него нет профессионализма, но у него есть энтузиазм. И чем больше вы начинаете изучать, тем меньше начинаете воплощать это все в реальность, тем, скажем так, энтузиазм падает. Вот, а профессионализм еще не нарастает, потому что нет реальных действий. Поэтому вот этот баланс энтузиазма и профессионализма, его нужно выдерживать. То есть, и действия делать, которые позволяют нарастить навыки, и, в принципе, любая, любой процесс, он дает энергию. Любой процесс, положительный или отрицательный, когда человек в процессе, он всегда находится в энергии. Когда человек не в процессе, он, ну, скажем так, проваливается энергетически и так и не может начать. Я вам несколько раз рассказывала уже эту историю, когда, я помню, прыгала с тарзанки, и вот первый шаг, он самый трудный. И чем дольше смотришь вниз, тем меньше хочется туда шагнуть. А когда ты, в принципе, уже готов прыгать, тебе надо просто сделать шаг, и ты полетел. Это правда. А если ты будешь смотреть вниз, у тебя будет формироваться какое-то там, ну, состояние страха делать-не делать. То есть, это первый момент, вот ошибка, то есть, надо начинать. Второй момент, очень важно работать, вот человек не работает над убеждением по поводу сетевой индустрии. Потому что сколько я вижу людей, многие много лет находятся в сетевой индустрии, так до конца и не понимают, и не видят ее, и искаженно подают. То есть, вроде как ты находишься в этой индустрии, но профессионализм не наращиваешь, не подпитываешь себя определенной литературой, или не вникаешь в то, что говорит наставник, не пытаешься понять, как правильно позиционировать бизнес. То есть, по привычке, вот что тебе легче, то ты и делаешь. Но что легче, это не означает, что так надо всегда действовать. Ну, простительно, когда ты первые разы, там, говоришь о товаре сразу, да, потому что он тебе нравится и понятный. Там, простительно, когда второй, третий, четвертый раз, но когда ты пять-шесть раз послушал от наставника, как надо проводить встречу, и ни разу не вник, и не понял, и даже не записал, или записал, но не выучил, и все по привычке продолжаешь делать одно и то же, ты будешь приходить к одним и тем же действиям. То есть, это второй очень важный момент, который я отслеживаю. То есть, нет концентрации, нет внимания, на чем же люди делают бизнес. Ты не хочешь этого понять. Ведь можно сидеть, слушать, 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 и ничего не слышать, потому что не вникать, потому что нет задачи услышать. Дальше очень тоже важный момент. Люди приходят из разных сословий. Понимаете, мы же занимаемся бизнесом. То есть, чтобы вы еще понимали, сетевой бизнес – это бизнес в первую очередь. А он создался, я порой, знаете, слышу такие комментарии, ой, сетевой – это товар, да, лишь бы товар продать. Так я не спорю об этом. Сетевой – это способ продвижения товара. Вот кто все еще такие возражения встречается, мне прямо порой хочется улыбнуться. Конечно, это способ продвижения товара. Любой бизнес создается с целью извлечения прибыли. Это нормально, и сетевой – это бизнес. И когда ты приходишь в бизнес, ты порой не понимаешь, да, вот в чем прикол, в чем прокол. А в собственном глазу бревна-то оно не видно же, да, всегда. Всегда кажется, что ты прав, что ты все знаешь. И вот даже сейчас вы пытаетесь со мной кто-то там спорить. Я не знаю, какой уровень дохода у вас в сетевом, но вы пытаетесь спорить, не пытаетесь прислушаться, а пытаетесь спорить. И это тоже один из показателей того, что люди не намерены слышать, как и где можно зарабатывать деньги. А есть намерение просто нарисоваться, что-то там прописать, и в принципе сидеть довольным. Я не знаю уж на каком уровне дохода. Ну, сидите дальше, идите в бинары, ищите что-то еще. Я вам сейчас говорю о своем 20-летнем опыте, причем практическом, причем разноплановом и достаточно результативном. Поэтому, как только будете зарабатывать столько же или хотя бы в два раза меньше, мы с вами вернемся к этой теме. Это правда так. Меня порой выдергивают моменты, когда человек хочет чего-то научиться, хочет к чему-то прийти, но не готов слышать, не готов меняться, и он будет всегда на том же уровне развития. И когда-то нужно понять, что ты рот закрой, ты просто слушай, как я когда-то закрыла рот, и со всеми своими знаниями просто закрыла, и начала слушать людей, которые зарабатывают больше меня в разы. Вот. Это не в обиду никому. Я реально хочу, я очень хочу, чтобы мы здесь измеряли с вами нашу реальность реальными изменениями в жизни. Слышите? Не просто мы сейчас встретились, мне что делать нечего вообще. Вот у меня сегодня день такой, вы даже не представляете. Вот этот час найти, это практически невозможно. Завтра мы уже улетаем. Но я очень хочу, чтобы вы пришли сюда, и то, что вы услышали, вы реально могли бы применить в своей жизни. И ваша жизнь для ваших детей, для ваших родителей изменилась. Понимаете? Мне больше это, больше ничего не надо от этого вебинара. Вот. То есть вот этот момент. То есть человек не... Следующий момент, вот, к чему я... Мы работаем в бизнесе. Очень важно, друзья, подумать над имиджем. Я понимаю, что порой не всегда вы приходите в бизнес с деньгами, и не всегда вы можете себе позволить. Но нужно понимать, что мы пришли в бизнес, и, соответственно, нам необходимо что-то хотя бы там приличное, аккуратное начать. Вы знаете, первичная инвестиция. Первичная инвестиция – это купить телефон, в котором есть WhatsApp, да, и Telegram. И первичная инвестиция – это, не знаю, прическу и вот какой-то костюм. Пусть он будет недорогой. Но, знаете, что происходит с вами, когда вы над этим начинаете работать? Ваше окружение начинает явно видеть, что вы поменялись. В голове поменяться очень непросто. Это время надо. А внешне поменяться легче. Просто на это нужно сконцентрировать внимание, прямо первый доход одного, двух, трех месяцев прямо направить вот туда. Недорого, но аккуратно. Это тоже очень важный момент. Вот, дальше еще какие ошибки. Целевая аудитория. То есть вот нужно понять, с кем вы хотите делать бизнес. Понимаете, не со всеми можно сделать бизнес. Ну, так получается. Не со всеми. Целевая аудитория, она все-таки есть. Вы можете идти к людям, которые так далеки от бизнеса, и они на самом деле вам и говорят, что я не для бизнеса. Я сюда вот салфетку пришел купить. Я просто потребитель. И вы видите, что человек не настроен на изменения. То есть он не настроен на изменения. Что в этом делать? Что вы с этим можете сделать? Ничего. То есть все-таки подумайте свою целевую аудиторию. Это людей, ну, если вы не можете пока замахнуться на бизнес целевую аудиторию. Потому что вот моя целевая аудитория, конечно, это люди бизнеса. Я стараюсь искать людей. Я их называю там достигателями. Или вот как мне нравится в Казахстане, их называют движниковые. То есть это люди, которые реально в своей жизни, ну, хотя бы чего-то достигли. Или у них есть опыт достижения хотя бы в чем-то, в спорте там, либо в своей карьере. Пусть они немного зарабатывают, потому что они не туда прикладывают усилия. Но эти люди прикладывают эти усилия, понимаете? И у них есть опыт достижений. И для меня целевая аудитория вот эти люди. Я их ищу везде, повсюду. То есть если я слышу, что это бывший спортсмен, или лучший учитель, или бизнесмен, или сетевой предприниматель, или общественник, или еще какая-то категория достигателей. То есть людей по жизни, умеющих достигать. Соответственно, это моя целевая аудитория. А вы порой ищите другой. Но здесь встает вопрос, да, когда вы встречаетесь с подобными людьми, конечно, этим людям, вот в чем ошибка новичка, да. А не показывать, так как, я уже об этом говорила, так как вы не можете вычленить главного в подаче бизнеса. И понимание, что рекрутинг – это момент такой, вы договариваетесь с человеком. То есть помните, я вам сказала, что вы работаете над его убеждениями. То есть, соответственно, вы можете работать только над теми убеждениями, с которыми сработали сами, для себя. То есть, когда вот внутри нет ни одного возражения, когда формируется уже правильная картина в голове, тогда вы этим людям можете что-то предложить. Вот почему мне нужно мои силы, 100% времени, 100% сил, 100% знаний, 100% энергии перевести в этот бизнес. Аргументы дайте мне. Вот вы сейчас просто подумайте, дайте мне аргументы, в рамках которых себе или наставнику завтра, прям задание дам, вот прям с наставником сядьте. Дайте людям аргументы, чтобы они поменяли много в своей жизни, понимаете, вот что прикол-то, в чем рекрутинг устроен. Мало аргументов, что салфетка моет без ферри, мало аргументов, что у нас хорошие антипаразитарные программы. Аргументы для меня, например, это, что этот процесс, эта система обоснованно, да, реально поменять вашу жизнь может. Что эта система даст вам решение ваших, там, серьезных финансовых вопросов, которые вы не можете решить. Когда-то я задумалась на такую тему, что если 40 лет люди решают вопрос квартиры, и всю жизнь, покупки квартиры, и всю жизнь они кладут на это, вот, то я думаю, для людей было бы аргументом поработать хорошо 2-3 года и купить квартиру. Но в Greenway другая реальность, люди поработали хорошо 7 месяцев и купили квартиру и машины, понимаете. 7 месяцев не прошло с момента открытия Greenway, как уже появились партнеры, которые зарабатывали в месяц столько, что можно было за 2 месяца купить 3-комнатную хорошую квартиру. Не за 40 лет, а за 2 месяца. Вы понимаете, и это для них аргумент, и он был дан на старте, до того, как они начали. То есть, это картинка, которую нужно, вот, любому новичку, вот вы сейчас сидите и не знаете, начинать, не начинать, начинать быстро или нет, пока не знаю. Вы поймите, что если не начинать, то ничего не изменится точно. Если начинать медленно, то вряд ли вы притянете ресурсных людей, потому что ресурсные люди, это люди все-таки, которым деньги нужны еще вчера, понимаете. Не завтра, а вчера. Они готовы достигать, они готовы быстро действовать. Но, если вы для себя, в принципе, вот эту картину не увидели, и у вас нет вот этого желания что-то в своей жизни кардинально поменять, вы и передать это не можете. Вот, вот это тоже очень важный момент. Это очень важный момент. То есть, смотрите, целевая аудитория, да. И еще очень важный момент, который я точно вижу, и это я вижу не только в новичках, я это вижу вообще во всех, во всех, практически на всех слоях сетевого бизнеса. Люди не отрабатывают свою статистику. Но почему вы думаете, что достаточно пригласить в бизнес четырех людей, или 10, или 20, да? Да, в первый месяц нужно пригласить там 15 человек, чтобы отобрать ключевых людей. Но если речь идет о большом бизнесе, о долгосрочном бизнесе, о бизнесе, который должен вам решить все финансовые вопросы в ближайшее время, там, год, два, три, да, я считаю, вот смотрите, год, два, три, я считаю, это ближайшее время. В зависимости от вашего опыта. И даже не опыта, а больше социального опыта. Потому что вот вы, например, с сетевом ничего не понимаете, пришли сюда, но вы в жизни понимаете. Как с людьми разговаривать, понимаете? Вы обучаемы, да, и вы можете стартовать круче любого опытного сетевика. И у вас с окружением все в порядке. То есть вот здесь вот все совпадает, и поэтому мы видим такое большое количество примеров, когда вот эта новая плеяда как раз сетевых предпринимателей, а в прошлом люди из других профессий, либо мамы с детьми, либо вообще там, ну, пенсионеры, да, либо люди, которые, ну, они просто в жизни никому ничего плохого не делали, создали хороший социальный круг. И у них есть мудрость, понимаете, мудрость сохранить отношения с большим количеством людей, мудрость и сила на это. И здесь они переложили свои навыки на сетевой бизнес. Им чуть-чуть подтянуть навыки по системе, и в принципе, просто-просто все, они становятся сетевиками. Но если этого нет, и люди приходят в бизнес без ресурсов вообще, представляете, вот, ведь вы должны понимать, вот если вы пришли вообще без ресурсов, то есть у вас нет людей. У вас нет энергии, у вас нет времени. Вот, наверное, и у вас нет еще самого основного мотива, мотива, ради чего вообще вы все это должны приобрести. Вот, если у людей я чувствую, что нет мотива, нет времени, нет энергии и нет людей вообще, то, наверное, я бы не взялась из него сделать предпринимателя точно. То есть пока он в чем-то, в своих убеждениях, в жизни его пока не научит, что нужно, ну, что-то менять, как минимум мотив искать. Вот, но когда человек приходит, например, с мотивом, то есть ему срочно нужны деньги, ему нужен бизнес, ему нужна другая социальная жизнь, его достали, вот эта стабильность, в которой нет ничего хорошего. У него есть время, да, у него есть время, вот даже эти два ресурса, они уже, их уже достаточно, чтобы с этим человеком работать. Потому что окружение, вот еще одна ошибка новичка, он думает, вы думаете порой, что имея окружение в 5-10 человек, можно, ну, это окончательное окружение, с которым можно построить самый большой бизнес. На самом деле с них надо начинать точно, потому что в окружении этих людей есть свое окружение и так далее, и так далее. Но вы должны понимать, что ваш самый главный навык на этапе старта – это формирование, ну, скажем, наведение мостов. То есть вы должны прямо на этапе старта каждый день, если вы бизнесом пришли заниматься и реально хотите вот с этого старта за год, за два сделать хороший бизнес, каждый день у вас должны в списке прибавляться 2-3-4 новых человека. Либо вы где-то знакомитесь, либо у знакомых берете рекомендации, там, вы должны приобрести навык вытаскивания контактов из интернета, знакомиться с людьми. Это не значит, что вы должны сразу бежать им делать предложение. Навык наведения мостов, навык обмена картой этими телефонными номерами, там, навык, то есть навык пополнения списка. Вот поймите, смотрите, вот я сейчас, например, мне нужно сделать там определенный технический вопрос, ну, решить. Я зашла на сайт, где ребята-айтишники сидят, задала им вопрос, кто может это сделать. Один отозвался, то есть мы с ним в переписке вошли в контакт, просто в контакт. То есть, что он может, что мне надо. Следующим этапом я ему дала свой телефон, говорю, найдите меня в WhatsApp, и мы с вами пообщаемся. Это уже создан, как сказать, контакт. Он меня найдет, потому что он меня найдет в телефоне, мы с ним пообщаемся. Пока на другую тему, но я постараюсь с ним пообщаться так, чтобы мы друг с другом могли общаться поближе, понимаете. То есть уже, скажем, завязались какие-то отношения. И это уже профессиональный навык. И любому человеку, вот в рамках любого бизнеса, понимаете, нужно вот этот навык приобретать. Легко сходиться с людьми, быть открытым к социуму, быть открытым, не пугаться. Вот я вижу порой, насколько зажат новичок, что он даже не может заговорить с человеком даже на нейтральную тему. Вот. Значит, вы знаете вот этот момент, что три веры, да, работают на нас, три веры. И это правда так, только не на уровне... Сейчас я вам такую вещь скажу. То есть, с одной стороны, три веры, да, вера в индустрию, вера в компанию, вера в себя. Вы понимаете, скорее всего, где хромает что-то у вас, да. И вы знаете, я уже тоже кому-то говорила, что человек будет всегда подниматься не выше самого слабого звена. То есть, если что-то хромает, то выше этого, пока вы не подтянете одну из этих вер, вы не сможете дальше прыгнуть на другой уровень. То есть, неуверенность, да, вот это вот в себе, откуда она возникает, это уже такой момент. Но я его тоже всегда беру, потому что есть у людей убеждение, знаете, оно на подкорке, оно на подсознании, что если я хорошо не жил, родители хорошо не жили, если все, что я делал в жизни, не приносило результатов, то так и будет. Даже если у вас самые смелые мысли и самые смелые желания, но ощущение себя, вот знаете, ощущение бедности, ощущение там неудачности, оно есть у человека. И оно тянет назад, и оно считывается, к сожалению, окружающими. И поэтому вот над этим моментом нужно, ну просто для себя понять, что это по той причине, что вы так решили, в жизни ничего и не меняется. Это в это нужно поверить без доказательств, вот вы не увидите доказательств в первое время, возможно, но вы будете их видеть, если вы будете на этом стоять, если вы будете стоять на себе новом, то есть, и вы будете ожидать от жизни хорошего. Вот это очень непросто, это правда так, потому что вроде человек делает, но в этом действии нет силы, в этом действии нет энергии, в этом действии нет как следствия результата. Потому что вот ожидание, что все равно ничего хорошего не получится. Я здесь слушала об одной женщине, ну рассказываю, я уже не помню, в каком-то сайте слышала, как ожидания, которые не соответствуют желанию, влияют на судьбу человека. Она говорит, она сама бизнесмен, она рассказывала, говорит, вот развелась с мужем и долго была там в какой-то панической ситуации, долго была в депрессии, потом решила, ну все, жизнь создать семейную. И решила использовать интернет-ресурс. И постоянно, когда там с кем-то знакомилась, значит, то человек попадался не тот, то кошелек забывал, ну то есть, то внешний не тот, да, который на сайте, то без кошелька приходил, то вообще не приходил. И вот у ней прошло так несколько-несколько встреч, и когда она пришла на очередную встречу, она потом приходит к подруге и рассказывает, что, говорит, это была самая ужасная встреча в моей жизни, самая ужасная. У нее спросили, почему, опять не пришел или опять кошелек забыл? Она говорит, да нет, пришел, мужчина, говорит, моей мечты, весь, говорит, красивый, там белозубая улыбка, все накрыто, цветы стоят. Ну и, говорит, в чем проблема? Она говорит, а я пришла, говорит, после йоги, душу не успела принять, там, не переоделась, вся, говорит, тело, ну, представляете, да, после распаренное. И сидела, говорит, глаз на него не могла поднять, то есть вся лохматая. А почему так происходит? Человек, который сильно хочет выйти замуж, нормализовать семью, при этом не ожидает от этой встречи ничего хорошего. Он не ожидает, понимаете, не ожидает. А когда ты вроде как хочешь, но не ожидаешь, что в твоей жизни что-то поменяется, вот такие казусы всегда. И точно так же, когда вы приходите на встречу с человеком, и ты не ожидаешь, да, что там будет ключевой партнер, ты ему и не начинаешь звонить, либо начинаешь звонить, но у тебя нет силы в голосе, либо у тебя есть сила в голосе, а при встрече ты не подготовился, ты пришел, не знаешь, что сказать, понимаете. Потому что ты не ожидаешь, что за этим человеком могут выстроиться десятитысячные структуры, сотнитысячные структуры. Вот еще хочу сказать про Greenway, что в чем сегодня его гениальность. Я правда последние несколько месяцев изучаю сетевой рынок заново. То есть я не просто его изучаю, я изучаю глазами топ-лидеров первых чеков разных компаний, которые на слуху. И слышу такие цифры, да, слышу такие цифры, что вот вы дорастите до уровня бизнеса, в котором тысяча человек там вот в год у меня приходит. Я еще раз перемотала, я даже не поняла, что он сказал. Он говорит, тысяча человек в год. Друзья мои, у меня в структуру каждый месяц приходит 30-35 тысяч человек. Компания за эти полтора года создала объем рынка на больше, чем 300 тысяч человек знают и включены в этот процесс. Вот чтобы вы понимали, как может динамично развиваться этот процесс. И возвращаясь к новичку, то есть если он не ожидает, да, что в его жизни эта встреча может чему-то кардинальному привести, вот он и приходит туда, одет как попало, убеждения внутреннего нет, сказать не знает, что то ли салфетку в нос поткнуть, то ли что-нибудь еще показать, понимаете, потому что он не готов, не готов. Я помню свои первые встречи, первые выступления, и об этом говорят, кстати, все практические лидеры в сетевой индустрии, ну, вернее, в нашем, да, проекте, всегда первые годы это просто перелопачивание огромного количества литературы, бизнес-литературы, сетевой литературы, психологической литературы для себя, для себя, понимаете, чтобы лучше понимать, чтобы быть более подготовленным. И это ведь никто не проверяет в сетевом бизнесе, ведь за вами будет, никто не будет наблюдать. И получается, что я вижу, как ты пришел, извини, 10 лет назад, что ты говорил 10 лет назад, ты сейчас говоришь и не понимаешь, почему твой бизнес не меняется, но ты должен как-то меняться. И вот мне очень нравятся новички, которые приходят в бизнес со страстным желанием обучаться. То есть они и дела делают, и обучаются. Вот это вот страстное желание учиться, меняться, быть в процессе, быть в системе, что-то еще понять. Я в них узнаю себя, честно. И любой лидер в них узнает себя, потому что все, вот если здесь сидят лидеры с большим опытом, подтвердят, что это правда так. Не просто так, не просто так. Так, поэтому сетевая индустрия все-таки, друзья, это индустрия, это индустрия развития, это профессия. Вы сейчас втекаете в большой-большой поток, в котором будут разные люди, в котором будут люди, которые потребляют товар, в котором люди будут, которые продают товар. И там будут профессионалы. И эти профессионалы, они будут идти с разной скоростью. И вы должны смотреть не на этих людей, потому что многие себя сравнивают. О, я иду быстрее, чем тот, но медленнее, чем тот. Нужно понять, с какой скоростью хотите идти вы. Нужно сравнивать себя сегодняшнего со собой вчерашним. Это важно. Как вы понимаете, насколько вы устойчивее стали. Нужно понимать, что нужно год, два, три, у каждого свой срок, чтобы создать большой бизнес. Нужно начать его создавать. Новичок должен сделать ошибки. Если вы с головой, вы будете делать меньше ошибок. Потому что, если раньше, например, вообще не у кого было учиться, и мы это все сами просто, вы знаете, как мы, рынок нас учил. Мы столкнулись со 150 возражениями, и мы начинаем думать, а что же сказать-то людям, почему они так это видят. То есть у меня, например, спустя много лет только пришло в голову понимание, что люди видят сетевой бизнес по-другому, чем я. Вот вроде такая простая модель, а все очень просто. Но это же должно уложиться в голове. И сейчас-то я понимаю, что от того, как человек видит сетевую индустрию, от того, какие у него цели, от того, как он позиционирует ее на рынок, будет зависеть его результат. Только от этих трех вещей. Цель, правильная картина сетевого в бизнесе и правильное позиционирование. Вы понимаете, если я это понимаю, соответственно, я в состоянии выстроить систему обучения по трем этим критериям. То есть мне нужно проработать с целями человека, немножко поменять его убеждения по поводу того, что он достоин других высот. Правда так. Потому что вот чуть-чуть человек начинает позволять себе мечтать, улетает за пределы реальности, и он достигает того, что надо. Вот. Он начинает отрабатывать статистику. А, про статистику я сказала. Так вот, это проблема не только новичков. Люди хотят построить бизнес в рамках там трех, четырех, пяти человек. Мои хорошие, надо просто настроиться, что у нас нет другого рода деятельности в этом бизнесе, кроме встреч. Вот мы должны просто встречаться. Если мы не встречаемся, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, если у нас нет новых встреч, значит, мы вообще здесь ничего не делаем. Понимаете, критерий, простой ведь критерий. Есть у меня встречи, я делаю бизнес. Нет у меня встречи, я не делаю бизнес. Это же понятно. И если я его не делаю неделю, две, три, четыре, пять, а просто нахожусь, я вижу, и есть ощущение, что ты вроде как внутри процесса, но ты почему-то не растешь. У тебя вялые встречи. Но это не работа, это не бизнес. Значит, нужно просто начинать делать их, ну, то есть, свою статистику отрабатывать. Более вам хочу еще момент сказать. Даже если у вас уже сегодня три-четыре мастерские ветки, слышите, даже не лидерские, если у вас есть люди, которые подходят к мастерству, которые наращивают это мастерство, и все больше и больше, вы видите, что растут структуры, и вроде как уже есть на что опереться. И это и есть, в принципе, момент, элемент остаточного дохода, когда у тебя появляются ключевые люди, и они уже работают без тебя, и система уже работает без тебя. Ты должен идти дальше, понимаете? Ты не должен останавливаться, потому что завтра придет человек, который, возможно, сильнее всех твоих предыдущих структур. Ошибка в чем? Что сетевой предприниматель, ну, вроде как построил, да, вроде как бизнес движется, но он не развивается по той причине, что вы не делаете очень верных вещей. То есть я всегда, знаете, смотрю за приростом бокового количества людей вне мастерских структур, вне даже готовых лидерских структур. То есть сколько у меня лично появилось новичков за месяц или за два без учета ключевых структур моей организации. То есть я смотрю, правильно ли я иду в динамике. И за последние два месяца, за последние два месяца, то есть людей, которых не было в сентябре еще, слышите, их еще не было в сентябре, они появились только 1 октября, в моей первой линии, и их прибавилось на 963 человека. И я вам это говорю как свой критерий, когда я вижу, что я двигаюсь в правильном направлении. Соответственно, я на это же и ориентирую людей. Если я буду смотреть, как развиваются мои структуры ключевые, они будут смотреть, как развиваются их ключевые структуры, те будут смотреть, как развиваются их, и все будут смотреть. И вот вы должны понимать, если мы смотрим, если мы хотим все-таки в свою жизнь запустить этот бизнес, классный, стабильный, развивающийся, то я сильно рекомендую не терять вот этот вот нюх, что ли, и вот этот навык работы с новыми людьми, вот эта радость от роста новых структур. Я всегда призываю человека замахиваться на самые большие задачи. То есть я всегда говорю тебе, ты давай, дорогой, быстро иди на мастера. И возможно, когда наставник сильно убежден, когда он верит в себя, и он вот эту веру передает людям, они начинают на этой вере, пока вот взаимствуют у наставника, а потом видят, что все получается, и уже появляется своя вера. Я говорю, давай на мастера за месяц, за два, ну максимум за два. И человек об этом мастере думал через год, может быть, через два, через три, и тут у него рождается другая картина скорости в голове. Слушай, а почему бы не за два? Почему бы мне через четыре месяца или через три не сесть на Мерседес? Вот эта вот картинка в голове поселяется, да, и, соответственно, она начинает прорастать действиями. То есть она мотивирует, Мерседес близок, она мотивирует, появляется внутренняя энергия, и ты начинаешь двигаться. Вот так происходит процесс как минимум у всех нормальных людей. Но чтобы мне об этом говорить, понимаете, я должна периодически проверять себя, чего я и делаю, могу ли я, вот у меня есть, да, мастерские структуры, могу ли я порождать новых мастеров? Соответственно, могу ли я сейчас, имея вот несколько структур, и я уже как, ну, естественно, стабильный там мастер, там, гранд-мастер, гранд-мастер-пул, по боковому объему стать мастером без учета тех структур, чего, в принципе, я сейчас задачу и делаю. Значит, как я приглашаю людей, ну, сейчас я закончу мысль. То есть суть в чем, что всегда смотрю, смотрю, могу ли я стать мастером заново. То есть всегда ставлю задачу, чтобы у меня появилось в боковушке четыре новые лидерские ветки. То есть рекрутинг не останавливается. Это я уже говорю для тех людей, которые сегодня в хорошей квалификации. Значит, как приглашать людей на встречу? Ну, во-первых, не меняйте... Вот смотрите, вы пришли в бизнес. Сейчас я вам такие вещи скажу. Вы должны понимать, вы когда начинаете работать с теплым кругом, то есть с людьми, которые вас знают как облупленных, вы должны понимать, что если вы не из бизнеса, то они вас и воспринимают как не из бизнеса. То есть почему порой ближайшее окружение очень трудно пригласить? По той причине, что они вас знают, у них ожидание от вас, что вы не из бизнеса, понимаете? Соответственно, в этом окружении, ну, в первую очередь, не надо резко приобретать бизнес-окраску, да? Не надо становиться сразу бизнесменом, какой-то там тон другой. Просто сказать, слушай, надоело мне, например, давай так, я не могу, мне не хватает денег на работе. Я никогда не был в бизнесе. Эта модель для меня приемлема по... как минимум, по приобретению навыков, да? И по помощи, то есть мне нужна помощь, тебе тоже, если вы не из традиционного бизнеса. То есть я понимаю, да, что сам сегодня что-то на рынке создать как предприниматель я не могу пока, потому что у меня нет навыков, денег, как минимум, инфраструктуру, административного ресурса. Не знаю, куда кинуться. Поэтому я присматриваю сегодня к Greenway, да, как к модели, где я смогу с помощью людей, которые уже это делать умеют, приобрести навыки. Это самое важное. Я намерен дальше вы говорите о своих намерениях, потому что у новичков очень часто страх. Их спрашивают, да сколько ты здесь зарабатываешь. И ему кажется, что от того, что он здесь не зарабатывает, он и не может начать. И он говорит, а что я скажу? Я ничего не зарабатываю, да? Так если так рассуждать, то никто никогда в жизни бы не смог стартовать. Соответственно, вы должны идти через намерение. То есть я так всегда шла. Я говорю, я сегодня пока заявляю о выборе. Заявляю. Вот смотри, я выбрала для себя этот проект. Я вижу Greenway как проект, в котором хорошая, серьезная динамика. Сетевая индустрия, как я ее увидела по-другому, я тебе расскажу как, слышите? А по-другому это вы должны понять, о чем я говорила. И благо сегодня очень много вебинаров и бизнес-встреч, как правильно подавать этот бизнес. У вас на местах лидеры его правильно подают. Я хочу приобрести навык, и я намерен к концу года выйти на доход 100 тысяч или 500 тысяч или миллион, в зависимости от того, сколько вы зарабатываете сейчас. Я рекомендую поднять эту планку в три раза, чтобы тело не сопротивлялось, голова не сопротивлялась. И вы говорите, я намерен, пойдем со мной. То есть вот пойдем со мной. Пошли, сходим на встречу, послушаешь, там, ну, задашь свои вопросы, а дальше решим. То есть я всегда стараюсь работать в рекламной, в коммуникативной модели. То есть если человек из бизнеса, то я ему то же самое говорю. То же самое говорю. Ну, видите, я-то говорю со стороны бизнеса уже аргументов. Я сейчас пока вам говорю на уровне новичка. Давайте я не буду грузить бизнес аргументами. Хотя вы их можете услышать в любом вебинаре на бизнес-встрече еще раз. Вы можете, я всегда это через аргументы иду. Вот. То есть вот такими простыми словами. Кстати, мне вспоминается фильм «Маска». Вот мы недавно смотрели. «Маску» смотрели. «Маска», да. И там этот приходит к психотерапевту и говорит, посоветуйте мне, как к девушке идти, говорит, вот в маске или без маски. А вы помните, что эта маска, она проявляла самые сильные качества человека. Он становился сильным, он становился храбрый, он становился… Ну, короче, какие в нем есть внутренние сильные качества, те и проявлялись. И психотерапевт на него посмотрел и говорит, знаете, идите без маски, но с качествами маски. Вот без маски, но с качествами маски. Вот идеально сказанное слово для любого начинающего партнера. Не надо одевать на себя новую маску, не надо говорить, что ты уже там крутой бизнесмен. Ты должен правду человеку сказать. Знаете, я стараюсь достучаться до правильного понимания. Я говорю, ты долго так будешь сидеть. Денег нет, задачи решать надо. Дети у тебя там учатся или дом ты всю жизнь строишь, он уже там фундамент менять надо. Я говорю, ну давай попробуй, попробуй. Хуже, чем у тебя сейчас есть, уже точно не будет. Лучше будет в том, что ты попадешь в команду людей, которые настроены на движение, на цели, на успех. Здесь точно интересно, здесь точно интересно. Здесь будет развитие. Ты приобретешь навыки общения, ты приобретешь навыки инфо там. Даже вот на уровне потребителя о здоровье что-то узнаешь. Кто тебе расскажет? В больницах сегодня не рассказывают. Врачам некогда. Там ты узнаешь. Ну, короче говоря, каждому человеку я подхожу по-своему. Значит, 900 человек я подписала, естественно, не в первую линию, а в моем боковом объеме, это 4 новых человека. Я сейчас иду опять на нового мастера. Стать новым мастером, понимаете? Вот моя задача. Заново стать мастером. То есть я освежаю свои навыки, чтобы у меня было там… Ну, на самом деле у меня уже сегодня по ширине двойной мастер, 9 лидерских веток. То есть я хочу сделать 12, да, там сколько получается, 16, да, четверной. То есть я буду вот в эту игру играю. Чтобы это происходило, вам нужно… Вот у каждого свои навыки, смотрите. Кому-то нужно научиться подтаскивать, ну, формировать, я уже сказала, поток людей откуда-то создать. Из интернета создать, соответственно, заниматься интернетом хотя бы час в течение дня. Инстаграм свой налаживать, Ютуб-канал свой налаживать. То есть что-то нужно делать. Туда контент выкладывать, стиль жизни свой показывать, философию свою показывать. Короче говоря, нужно что-то делать в интернете, если вы хотите поток из интернета создать. Дальше посмотрите свой список. Напишите список так, как будто он не привязан к бизнесу. Я же знаю, как люди пишут список. Они пишут туда, из головы вытаскивают тех, кто на их взгляд, в принципе, либо с кем-либо легче поговорить, либо вот он в ближайшее его окружение. Пишите список так, как будто он вообще, просто вам дали задание вспомнить всех. Представьте себе, что я за каждого сейчас, за каждую фамилию в вашем списке дам вам тысячу рублей. Вот не выходя отсюда за 10 минут, сколько бы вы вспомнили людей. Вот правда, за каждого тысячу. Вот если вы сейчас вот так в такую группу играете, что за каждым человеком не тысяча рублей, а встанут десятки тысяч людей, и кардинально изменится ваша жизнь, понимаете? Это другая цена, это не тысяча рублей. То есть тысяча порой понятно, и хочется, да, что, ну, если бы это была такая реальность, что вам бы за каждого написано, фамилии дали бы тысячу, вы бы сейчас строчили просто со скоростью света, вы бы вспомнили всех своих одноклассников, всех своих однокурсников, с кем работали, всех родителей у детей, в школе, в садике, всех, всех одноклассников вы бы вспомнили. Понимаете, вы бы сейчас вспомнили все. Или я бы вам сказала завтра собрать какую-нибудь гулянку, вы бы пригласили туда минимум 30 человек там, да, понимаете? Понимаете, поэтому, когда вы говорите, что у меня нет людей, вы должны понимать, что это лишь, вы так думаете, что нет людей, кому я могла бы это предложить. На самом деле, слово «это» у вас в голове, значит, искажено, и, ну, пока нет просто навыков, то есть вы себе не обманывайте. Я не прошу вас сразу работать с этим списком. Я прошу его написать и каждый день пополнять на две фамилии. Начинайте это делать. Не надо, знакомясь с людьми, сразу бросаться в предложение о бизнесе. Например, я захожу в отдел, продается костюм. Я разговариваю с продавцом на тему, откуда возите товар там из Турции. Я говорю, хозяин возит или вы? Он говорит, а я и сам хозяин и есть. А я это и подозревала, понимаете? Потому что сегодня вот в рамках вот этих всех отделов стоят сами хозяева. Они, у них нет денег продавцов содержать. Я говорю, как часто у вас привозы костюмов? То есть, ну, что-то находите, какие-то вопросы. Он говорит, ну, там, раз в месяц, раз в два, раз в полгода. Я понимаю, как хорошо у него дела. Потому что обычно раз в неделю обновляется что-то, там, ну, раз в две недели. Я говорю, сами возите. Дальше вот какая коллекция? То есть, я не говорю ему сейчас ни о Greenway, ни о бизнесе. Я пытаюсь понять состояние дел, я пытаюсь понять, познакомиться с человеком через интерес к его процессу. То есть, и мы дальше, я говорю, давайте отменяемся телефонами. Я вам позвоню или вы мне позвоните, когда будет там новая коллекция, например. И я здесь часто бываю, к вам обязательно зайду. Вот, через день я туда захожу. Я уже знаю, как ее зовут. Вот, я уже знаю, как, то есть, я захожу, она меня узнает. И мы уже надо, и мы уже с ней разговариваем. Вот опять всех подряд. Да почему всех подряд? Я же вам говорю целевую аудиторию. Я же вам сейчас не про всех подряд говорю, а про целевую аудиторию. Целевая аудитория для меня – это люди, которые бизнесом занимаются, дела делают. То есть, вообще, которые что-то делают или хотят меняться. Хотят, понимаете? Да нет, что большого опыта разговаривать с человеком? Вот вы зашли в магазин, опыт, поговорить с человеком нужен. Я же не говорю вам сразу ему бизнес дать предложение. Я говорю просто познакомиться с человеком. То есть, вам нужно просто начать. Да, про список. Просто всех подряд, список всех подряд. Всех подряд. Потому что у меня очень много ключевых людей, которые вышли не сразу с первого поколения. То есть, в первом поколении люди, которые не были ориентированы на большой бизнес. Но в их окружении нашлись либо ученики, либо учителя, либо подруги близкие там, которые где-то в другом месте живут. И мне надо этим людям просто задать вопрос. Говорю, а в твоем окружении есть люди, которые бизнесом занимаются, либо сетевым занимаются, либо какие-то общественники, либо спортсмены, либо хорошие учителя? То есть, я конкретно для себя пласт определила и спрашиваю. Говорю, есть в твоем окружении? И человек начинает вспоминать. И, как правило, 2, 3, 4, 5, а лучше 10 фамилий мы с ним вытаскиваем. Тут же создается список знакомых. Тут же. Тут же. Я говорю, ну-ка посмотри из этого списка, кому ты сейчас можешь позвонить сам. А кому лучше позвонить мне? От твоего имени или просто сказать, что у меня телефон? Потому что, вы же понимаете, порой лучше не говорить, откуда у тебя взялся телефон. Ну, так бывает. Такие рекомендации бывают. Вот. Сейчас я по вопросу. Вопросы убежали вверх. Значит, как к бизнесу переходить? Смотрите дальше. То есть, смотрите, не меняйте стиль, меняйте серьезность внутри. То есть, человек, которым вы разговариваете, должен понять, что у вас в голове что-то поменялось. И вы намерены что-то поменять в жизни. Порой, наоборот, люди пытаются сделать. Показать, что они крутые бизнесмены стали, а при этом в голове ничего не поменялось. То есть, вот, ты должен просто человеком говорить, что все, я пришел к решению, что надо что-то делать. Пошли со мной, но с тобой или без тебя, и я это буду делать. И я намерен все-таки к концу года приобрести определенные навыки, за которые рынок платит, и выйти на какой-то уровень дохода. Вот это вот мое прямое обращение. Дальше, через бизнес или через товар. С разными людьми по-разному. Значит, смотрите, товар у нас уникальный в чем? Что? То, что он рекрутинговый товар. Вот у нас вот это волокно, это рекрутинговый товар. Это повод завязать разговор. Повод. Информационный повод. Вот любому человеку сказать там, что, там, чем ты моешь посуду. Ну да, папа заговорит, чем ты моешь посуду. Да, там, фэри. Ты смотри, я вот себе вот такую штуку купил. В своем собственном магазине. Вот, в принципе. И уже тянется рука. И уже, а что это? А где это? Сказать, это не просто товар. Да, не просто товар. В принципе, я думаю для себя заняться этим как бизнесом. Следующий момент. Это вот, если вам полегче, я уже вот вообще на детали раскладываю, думаю заниматься как бизнесом. А в чем бизнес? Да, люди же видят этот товар и порой думают, что это как линейный. И дальше ты говоришь, ты понимаешь, что это не единственный товар. Что там, оказывается, там большой ассортимент и, в принципе, очень ходовой. И реально рынок его поглощает. На нем можно заработать деньги. А еще есть готовая система. Я сейчас ей начинаю учиться. А вообще, если говорить дальше, то это сеть эко-маркетов. А если серьезно, давай я тебя познакомлю с человеком, который об этом тебе расскажет все. Потому что реально крутой бизнес, который сегодня набирает обороты по всему миру. То есть можно от товара перейти к бизнесу. Слышите? Просто от товара, от информационного повода. Все. Вот. Очень интересно. Смотрите. Отдельную тему можно я возьму про сетевиков. Это будет не сегодняшний вебинар. Я вам расскажу правду, которая сегодня на рынке в сетевом. Я не буду называть компанией. Я просто знаю, как люди сидят, за что они держатся, почему они держатся. Я сама держалась пять лет, когда надо было уже пять лет назад валить. Ну, правда. Это не сегодняшний вебинар. Это надо знать психологию, понимать этот рынок, понимать этот бизнес, понимать ожидания сетевиков. И об этом просто не сегодня. Не хорошо. Вот. Поэтому, смотрите, чем вы вдохновлены темой. Вот знаете, почему люди порой не идут? Потому что вы боитесь. Не надо со страхом идти. Надо с предвкушением идти. Вот. Мы работаем на рынке надежды, да, и возможностей. И мы создаем предвкушение. Мы должны жить в рамках предвкушения. Предвкушение новой встречи, предвкушение нового партнера, предвкушение новой квалификации, предвкушение поездки в Крокус, например, Сити Холл, да. Вот уже сегодня, если говорить о бизнесе, просто себя опроверьте на предмет, вы в бизнесе или нет. Первый момент. Вы в Крокус Сити Холл купили билеты, это вторая годовщина компании. То есть он у вас уже на руках или вы думаете, что потом, как карта ляжет, как все, если вдруг время будет. То есть это первый момент, который и для меня, как для наставника, и для вас он как тест. То есть если куплен билет, значит все остальное отодвигается, значит вы в приоритете уже в бизнесе. Даже если вы просто сегодня партнер, еще у вас нет ни одного партнера. Я такой пример приводила, вот Галя из Самары, может быть она здесь, может в поездках где-то. Я к ней поехала и одно из моих решений поехать было тут, почему, потому что мы еще друг друга не видели. Мы только по телефону, она только подписала соглашение и я уже туда поехала. По той причине, что она мне сказала, я, говорит, купила же билеты, себе еще шесть билетов. Слышите? Человек еще не сделал активности, он просто узнал, что будет вторая годовщина компании. Я говорю, шесть билетов для кого? Она говорит, для своих будущих мастеров. Вот понимаете, вот как вам эту тонкую грань показать, которая формируется в голове у человека. То есть вы должны формировать свою реальность, куда вы идете, вы должны, это и есть намерение, не страх, что там что-то не получится, да, а сформировать, что ты хочешь, к чему ты хочешь прийти. И, конечно же, со стороны наставника сразу же возникает интерес к такому человеку. Это однозначно ключевой человек, однозначно, понимаете. И будет получаться, не получаться, с разной скоростью не будет. Но для меня этот человек уже ключевой, уже все, и уже обратного пути не будет, как звук. Как звук, скажите, пожалуйста. Ну, на самом деле, мы задели с вами очень много тем. Давайте немножко подытожим. Значит, первое, что за сегодняшний день вы должны понимать? Что сетевой рынок в своем многовариантности и, на первый взгляд, однозначности очень неоднозначен. Надо очень тщательно выбирать, куда ты идешь, понимаешь, основываясь на знаниях. Вот я сегодня вам дала понимание, и это даю не только я, это во всех сетевых учебниках, понимаете, прописано. Это все сетевые лидеры серьезные знают, какие компании на рынке существуют и где можно построить остаточный доход, где нельзя, никогда. Потому что если вы будете бить в одно место, там где это сделать можно, приобретать навыки и двигаться к своей задаче поэтапно, вы в любом случае достигнете результата, в любом. Если вы будете носиться из одного места в другой в поисках чуда, что сама система, какая бы то ни было, что бы там ни обещали, сделает за вас что-то, вы потеряете энергию, потеряете людей, потеряете деньги. И самое главное, заведомо обманить ложные ожидания. То есть такие люди перегорают, понимаете, перегорают. Третий момент перегорания происходит тогда, когда ты пытаешься сделать бизнес теми, с кем бизнес сделать невозможно. Он не пришел его вообще делать, он пришел потреблять товар. То есть вы не понимаете свою целевую аудиторию. Соответственно, еще раз, целевая аудитория это те, кто намерен меняться, те, кто уже в жизни чего-то добился и в принципе достигать привык. Это целевая аудитория. И последний момент, это конечно, как начинать работать из своего окружения, поэтапно выходить через изменения. То есть ваше окружение будет смотреть за вашими изменениями. Я сразу заявила о своем намерении, что я в бизнесе. О своем намерении уровня дохода. Намерения у меня его не было, понимаете. И ни у кого не было, кто начинал. Никто не родился сетевиком. Я не родилась грандмастером второй ступени, честно. Я родилась просто в семье, в которой я поняла, что мне надо что-то делать. Что-то делать. Мне надоело до тошноты жить так. Мне это надоело еще 23 года. Мне нужно вот этих вот новых-новых каких-то развитий, впечатлений. И я заявила о намерении своему окружению. Я сказала, я сегодня пока не зарабатываю. Но я вижу сетевую индустрию как самую лучшую, величайшую возможность реально для себя. Потому что пока не знаю куда. Пошли со мной, мы будем зарабатывать деньги. И я об этом начала говорить каждый день. Каждый день, понимаете. И я начала в это верить. А потом по ходу начала закидывать себя разными знаниями классиков. И у меня моя вера внутренняя постоянно подкреплялась еще и классическими знаниями. И уже сегодня сформирована убежденность. И вот эта вот убежденность, она должна быть... Вы ее должны формировать в себе. Формировать. И использование событий. Вот событий без них никак, никуда. Ни сам не вырасти, ни команды не вытянуть. Понимаете. Потому что я и сам все слабова, да, с убежденностью. Что ты хочешь людям дать? Силу. Ты ее сам сначала пропитайся, чтобы ты стал такой сильный, чтобы тебе хватило на всех силы. Вот. Соответственно, событийность нужна, которая убежденность меняет. Еще раз подытожу. Если вы работаете с потребностями человека, вы продаете продукт просто. Вы покрываете его потребности. Или вы учите людей по чуть-чуть зарабатывать. Если вы хотите развиваться на этом рынке и становиться профессиональным бизнесменом, вы должны приобретать навык работать с убеждениями людей. Для этого нужны события, чтобы менять свои убеждения. Вот, мои хорошие. Крокус Сити – ближайшее событие. Ближайшее событие, на самом деле, еще вот до Крокуса. Это большое от компании. Они будут в разных городах. И вот мы сейчас уезжаем в Шри-Ланку, в Дубай. Гранд-мастера, мастера. Привезем оттуда уже много-много новостей в каждом городе. Я сейчас рекомендую прямо сделать пост-промоушен. Там уже в Челябинске запланирован. В Екатеринбурге, я знаю, тоже планируется. Или запланирован уже. И в разных городах, в которых будут люди, которые вернутся из Дубая, уже должен сегодня быть запланирован пост-промоушен. Слышите? Сегодня вы эти даты должны знать. Потому что мы привезем оттуда очень много новостей. И, конечно же, вот Крокус Сити Холл – это вторая годовщина. Это еще одно из достижений компании за эти полтора года. Я вас уверяю, это самое крутое место, на которое замахиваются единицы. И не спустя два года точно, а спустя 5-7 лет самые большие, серьезные корпорации принимают решение собирать Крокус Сити Холл. Мы, да, по-хорошему обнаглели, мы чувствуем в себе силы, мы собираем его на вторую годовщину компании. Вы просто это все прочувствуете, вот эту динамику. В поток зайдите и продавайте вот это вот. Уже есть что продавать. Это не то, что намерение, да, мы намерены поднять компанию. Да, мы ее подняли. А мы ее намерены поднять на очень серьезный, высокий уровень. Увеличить в разы, в десятки, понимаете. Мы планируем вывести на миллиардные обороты в долларовом эквиваленте. Занять первенство на мировом рынке. Вы понимаете намерения лидеров и президента компании? Просто сейчас быстро свои убеждения под это же состояние подтягивайте, и вы будете в очень серьезном потоке. Все, друзья мои. На этом я с вами заканчиваю. Я, конечно, всегда отрываюсь порой от новичков. Хотя мне кажется, что вы заходите в этот бизнес не новичком, друзья. Вы сюда заходите человеком с опытом, с мудростью, с ошибками, понимаете. Жизнь вас должна была уже сделать человеком опытным, пусть не сетевиком. Но на самом деле, если вы вот этот опыт человеческий переложите на сетевую индустрию, у вас все получится. Здесь чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть технических навыков. Самое основное здесь как раз вот в этом человеческом, которое должно быть уже приобретено на входе. Слышите? И все получится. Все, мои хорошие. На этом я заканчиваю сегодняшнюю встречу. Спасибо за участие. Долго сидим. Ну, возможно, у нас получится сделать трансляцию с Шри-Ланка. Не обещаю. Связь не знаю. Возможно, с Дубаев. Тоже не обещаю. Ну, ждите. Потому что, конечно же, мы каждую минуту думаем о каждом из вас. Потому что все, что мы здесь делаем, честно, мы можем сделать только командой. Только командой. Либо вместе, либо поодиночке. Но рынок жесткий. Все, мои хорошие. На этом прощаюсь с вами.